Новости 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 Это проекты, которые находятся в стадии реализации, но имеют продолжение, например, компания «Донстар». Это проекты, которые связаны с развитием не просто сельского хозяйства, а агропромышленной его части, например, проект по строительству элеваторов различной мощности, то, что мы можем делать на территории Ростовской области. Это на самом деле то, что мы запланировали реализовать до 2020 года, совсем недалеко. Так что вот это отличие, которое есть. Но учитывая, что мы и в Сочи на инвестиционном форуме подписали несколько проектов, традиционно делаем это, например, на Петербургском форуме, здесь они традиционно сельскохозяйственной направленности, но мы так немного развернулись в сторону более реальных и уже реализуемых проектов, которые либо начали реализоваться, либо подошли к начальной стадии. В рамках выставки «Золотая осень» Ростовская область подписала несколько соглашений. Среди них контракт с итальянской фирмой о поставках оборудования для консервного завода в Семикаракорске и отечественной компанией «Урожай». С ее помощью в Егорлыкском районе построят мощную молочную ферму. Студентки донских вузов нарисуют свои варианты талисмана ЧМ-2018. В списке 10 персонажей. Среди них амурский тигр, богатырь, жар-птица, инопланетянин и медведь. Сегодня стартует второй этап компании по разработке талисмана. В конкурсе примут участие студенты 60 вузов России, в том числе ЮФУ и Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Отборочный турнир к чемпионату Европы донские гонболистки начали с победы. В стартовом матче наши спортсменки легко обошли команду из Португалии. Счет встречи 39-19. Игра прошла в четверг в Ростове. В субботу подопечные Евгения Трифилова сыграют с турчанками в Анкаре. Встреча с главным соперником Ростов-Дона, Данией, пройдет в марте. Сильнейшую в Европе гонбольную команду выберут в декабре 2016-го. Финал чемпионата пройдет в Швейцарии. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио Тихий Дон.